Фигуры высшего пилотажа. Это итог упорных тренировок. В Алматы на открытии нового аэродрома свое мастерство показали воздушные асы. За виражами наблюдали десятки зрителей, в их числе мой коллега Кадржан Мухатаев. Ветер меняется каждые несколько минут, но шоу состоялось. Парашютисты выполнили акробатический номер так, как задумали. Погодные условия предугадать сложно. Ветер поначалу дул в одну сторону. При посадке он резко поменялся на 90 градусов. Полетали, посмотрели. Аэродром интересный, с высоты оранжевый крест прекрасно видно. Зрители замерли. В небе пилот с 20-летним стажем. Демонстрируют фигуры высшего пилотажа. Бочка, петля. Чтобы привыкнуть к новому аэродрому, пришлось долго тренироваться. Хотя на этом самолете налетал тысячи часов. Этот аппарат внешне напоминает самолет времен Второй мировой войны. На самом деле Як-18Т был выпущен в 1978 году. Весит он чуть больше тонн, расходует до 50 литров в горизонтальном положении и может развить скорость до 300 километров в час. Директор аэродрома рассказывает, мечта провести здесь чемпионат по авиаспорту. Но пока площади мало, всего 13 гектаров. Много самолетов не разместишь. Для такого аэродрома должно быть гектаров 35-40, чтобы я мог развиться. Парашютный спорт, планерный спорт, дельтапланерный спорт. Ну, естественно, пилотаж. Действующий пилот Нурмаханбет Абдрахманов рассчитывает, что чемпионат по авиационному спорту пройдет на новом аэродроме уже через два года. А пока воздушный причал принимает самолеты. По расписанию с интервалом в 15 минут. Кадыржан Бухатаев, Азамат Еребаев, МИР24. Всего в Алматы пять внутренних и один международный аэропорт.